Господи, Свиси Христе, Сыне Божий, помилуй меня Грешева. Мне много вопросов задают, а я даже не знаю этого, потому что в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, у нас везде у меня страницы, мои личные есть, но я туда не захожу. Мне страшно не нравится, особенно Фейсбук. Это не бывает. Мне нравится мой мир, наш форум, наш сайт, наш видеоканал и наш сайт. Вот это мне нравится. Хорошо сделано, огромный материал. А туда я не захожу даже. И ко мне пишут письма, а администрация там работает, иногда перекидывают. Сегодня опять перекинули несколько, а потом я им отвечаю, а они туда. Я один день побыл в контактах и устал. Все какое-то смазанное, закрытое один, а вот мой мир, все открыто. Или на нашем форуме. И вот сегодня мне скинули. Скинули, я прочитал. У меня сразу репикер взял. 1 Иоанна 4,5. А они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Идут две женщины, совершенно голые, сзади ничего нету. Они взорвали интернет. Чем они взорвали? Громко что-то сделали? Или что-то? Миллионы. Смотришь, посетители, бабка вучит, как правильно почистить сковородку. 3,8 миллиона. Я каждый раз вспоминаю слова Владимира Вольфовича Жириновского. Ну как, не смотри на него, там, клоун, скунс, там, всякое его называют. Но умный человек-то. Такое у него большое образование. Какая-то программа есть. Ну, не владеет собой, там, как бесноватый ведет. Я не об этом сейчас хочу сказать. Но он говорит, вот, в Санкт-Петербурге голосов больше набрала Ксения сообщак. А что у ней есть-то? И дальше он такими словами называет, я даже не скажу. Ну так понятно, народ-то, говорит, никакой совсем. Но ничего не понимают. И вот здесь у нас точно так же. Ругают мне, звонят. Я в черный список занес только уже больше шести с половиной тысяч человек. Непрерывно потоком идет. Какой бы ролик ни был, я с голубями вожусь, матюгами кроет. А что, у него ничего нет. Особенно, где мы обедаем, тут ежедневно. Почему он приходит и видит, какой у нас стол, как мы просто живем. Мы православные. Православные нам не указаны, шикарно где-то быть. Ну вот, я скажу, в интернете, кто свое жилище показал, как есть. А меня снимают, старое время, фильм, предчувствие, филиал Красноярской студии документальных фильмов, Кузнецов Владимир Сергеевич. Фильм занимает на международном киноконкурсе первое место. Всю комнату мою показывает. Я там снимаю. Комната 12,8 квадратных метра. Себе так вообразить. Это и кухня, это туалет, это столовая, это гостиная, ремонтная мастерская и тон студия. 10 больших вот такие вот магнитофоны. Маяк 205, где меня арестуют. Вот и малое пространство. Я люблю Затарина. Везде этажами. 11 человек могли свободно у меня спать. Попутно, я говорю. Комната была на второй строительной 62-16, город Барнаул. Близко около вокзала. Все приходили, и бомжи, и кого только не было. Дверь была для всех открыта. Было время. И вот сегодня одна женщина пишет. Вот она. Она не скрывает себя. Тут много ее и телефона, и все дала. Но я не стал говорить. Кристина, я помилю ее срезал. Город Москва. Игнатий Тихонович, мир вам. Я очень виновата перед вами. Дело происходило два года назад, в 2016 году, летом. Я вам звонила на мобильный телефон, с телефона такого-то. Нахамила лично вам. Невзирая на возраст и еще мерзости. О святом крещении наговорила. Пьяная была. И вот 20 с лишним года на мне этот груз. Долго не решалась вам написать. Сейчас спешу, от слез не вижу буквы. Смотрю ваши ролики. А от того, что по ночам смотрю, сосуды в глазах полопались. На работе интернета нет. Простите меня ради Христа. Что мне сделать для вас во искупление сотворенного мной два года назад? Спаси Христосов, Игнатий Тихонович. Вот чего я отвечаю? Я отвечаю. Ничего этого не знаю и не помню. И прощать мне нечего. Живите с Господом, нашим Иисусом Христом. Вы трудитесь во славу Его. Труд и молитва. Молитва и труд. Я не знаю, православная, неправославная. Уже не стал говорить то, что не тронуло ее. Молитва и труд. Молитва и труд все перетрут. А она зашла и одарка у меня. Ну, обычно как. Вот вы мои там комментарии убираете. Ну, раз материшься, я что должен делать? Там для этого, я как хозяин этого видеоканала, мне дается такое право удалять или блокировать. Зачем бы эта система-то давала мне это право? Я считаю иногда там у знакомых. Комментарии отключены, комментарии отключены. У меня на 12900 роликов, цифра-то какая, ни одного нету ролика, под которым нельзя было бы делать комментарии. Я знаю, там деньги платят, даже немалые деньги, большие человек говорит, чтобы они мне гадили здесь. Ничего, переживем. Я выхожу на паперть на улице, на крыльцо. Уличная паперть. И в это время бабки. Что с ними случилось, не знаю. Падают на колени, я в валенках, они за валенки. Зима, они выскочили раздевши, падают. Головой ухватили, поткнулись, а мне. Простите ради Христа. Я вот говорила на вас, я не знаю, говорили или нет. Простите, простите, плачет. Мне же помирать скоро, а я что делала-то? Я другим на вас говорила, что вы баптисты. А сегодня-то вот я узнала, тут приехал человек и говорит, да что же я говорила? А почему ты, баба, говорила? Да настоятель, отец Николай Войтович, это говорил, что вот так вот. А я узнала, вы всем бабушкам там снег с крыши скидываете, пилите дрова, там все помогаете, печи, все бесплатно. Баба, наплевать да забыть, есть такая поговорка. Ну не надо это, чего ты тут под ногами-то у меня? Настоятель, видимо, узнал. И мне говорит, Игнатий, вы не солнышко, всех не обогреете. Ну, может и так. Ну, по-другому никак. Я сын пастуха, и поэтому такое дело. Я о чем говорю? И вот зашла одна и говорит, пакости всякие. А Данилий Сысоев. Это падла, это тот, что ему хайло заткнули, мусульмане-то. Туда ему и дорога, в аду он горит там в своих испражнениях или что-то такое вот прямо омерзительное. Ну, ничего, я маленько прокомментировал. Она на форум мой пришла. Я сказал, он святой мученик, кто другой это. Она еще больше. Я больше не стал ей отвечать. Проходит год-два, и вдруг она выходит. Не одарка, а киска. Она скрывается. Я ей не отвечаю, уберите это. Я писала вам, уберите. То есть, жалуются иногда люди, что я убираю комментарии. А это, что не убираю. Я еще игрушка в ваших руках. Я ничего не отвечаю. Они усумели войти, она сумела войти в администрацию наших ресурсов. А тебе давай тоже говорить, такая пишет, но мы не знаем, что. Никто не имеет доступа к моим ресурсам. Я не буду даже отвечать ей. Не надо. А я мучаюсь сейчас. Вот потому-то тогда-то с своей сестрой у нас неладно было. Я не такая, как в этом предстало. Я просто не знаю, что со мной случилось. Вот и все. То есть, не судите никак прежде времени. Ну, он же гадит до времени, пока не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Где? 1 Коринфа 4, 5. Вот так. И вот я хотел сейчас поговорить, что мне сегодня прислали. Прямо тематика. Ну, тут разно пишет. Приобретаю много полезного. И вот. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены. Христос есть глава церкви. Песианам. 5. Это все через запятую. Это православный тайк. Город Севастополь. Вот. Жена завоевывает сердце мужа целомудрием, верностью и служением. Жена, полголова открыта. Это православная. Через запятую глава от стиха не значит, что через двоитощие. И дальше. Игнатий, здравия вам. Слушай вашу беседу, вторую с Александром Менем. Есть ли остальные где? Если можно, дайте ссылку. Нету остальных. Нету. Где было, много фотографировались. И у меня ни одной фотографии с Александром Менем нету. Нету. Кто человек фотографировал, живой он или нет. Я попутно обращаюсь. Мы где-то там в Новой деревне были. Мы много с ним фотографировались. Вот у меня неопубликованное, еще есть интервью. Я беседую, как бы беру. У Глеба Якунина. 16 часов. Такое интервью найдите. Путин один раз три часа провел. И то есть у меня 16 часов. КГБ я приехал в Барнолу, уже знают. Приехал Юрий Николаевич Никулин. Дадите послушать? А я уже освобожден был. Я говорю, нет, конечно. А почему? Ну, не дам, да и все еще объяснять буду. Как этот Филипп Филиппович говорил. Детей Германии не любите? Журнал хотела подсунуть. А у нас хорошие отношения с ним были. Полковник КГБ местного. К слову сказать, вот слово интеллигент в самом лучшем смысле подходило к нему. Какой грамотный, как он вел себя. А он арестовывал меня. Он меня посадил. Вот. И он меня вытащил оттуда. Вот видите, как вот. Он уже отошел. Что-то у него с кровью там было. Ладно. Хорошие были разговоры. Я вспоминаю вот это все. Удивительно, как Господь провел. И дальше пишет. Прокомментируйте, пожалуйста, эти кадры в ваших видеовыпусках. Это меня попросили. Поэтому я Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилую меня грешного. Советуйте людям в миру, верующим, чтобы они произносили Иисусову молитву. Она не для одних лишь монахов, а для всех преподобных Никодимов Святогории. Советую. Советую. Я молюсь каждый день. Вот у нас как три святоя и сто поклонов. Это один раз. Проходит час опять. Три святоя, сто поклонов и своими словами. Сейчас с поднятием рук. Вот так. Мы молимся, сделаем поклону Господу Иисусу Христе не больше десяти раз. Не больше десяти раз. Фильм «Титаник». Плыл к новой жизни, хотел осуществить мечту. Познакомился с бабой и утонул вместе на нее. Дальше. Лев без гривы. Серая львица. Мужик без бороды, девица. А для нее, я для нее все делаю, делаю. Пылинки с нее сдуваю, а она мне изменяет и вообще не считает за мужика. Видимо, мама его жалеет, судя по лицу. Двадцать лет назад. Теперь. Мать говорит, не смей даже голос повышать на девочек. Запомни, они принцессы. И ты должен во всем идти к ним навстречу. Парень-то сидит, все. Здорово, Санек. Пойдешь гулять? Да мне девушка не разрешает. Моет руки. Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить что угодно. Вот у меня нападает. Что угодно. Их нет никого. А ник, аватар, то есть ложь. Лжецы. Неверно говоришь, нет Бога. Вернее сказать, у меня нет Бога. Ибо и сам видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят, есть Бог. Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще, а святитель Николай Сербский. Продается счастливое белое свадебное платье. Я в нем шесть раз замуж выходила. И каждый раз счастливая. Размеры 44 на 46. Вот, пожалуйста, платье продается. Идеальная жена. Значит, прищепки или там что? Рот закрытый. Соска такая у нее, что ли? Идеальная жена. Бороды нет, считай, калека. Это мне сегодня прислали. На литургии в полупустом храме ребенок спросил, глядя на икону Господа Вседержителя. Не пойму, что у Христа слева написано. Где все, что ли? А там написано, Господь Вседержитель. По-славянски. Где все? Действительно. А где вы все в воскресный день, если вы не в храме? Дальше. Не ношение в очереве делает матерью, но доброе воспитание. Святой Анзо Тауст. Статистика. Ежегодно в России производится 8 миллионов абортов населения Москвы. В мире до 53 миллионов. Аборт причина бесплодия у 41% в дальнейшем. Аборт причина смерти у 246 женщин, данная по Российской Федерации, за 95-й год. После аборта частота самопроизвольных выкидышей увеличивается в 8-10 раз. Около 60% первородящих женщин в возрасте старше 30 лет страдает не в нашей беременности в связи с предшествующими многочисленными абортами. Соотношение в России числа родов и количество учтенных абортов один к двум. По официальной статистике на каждого рожденного ребенка приходится двое убитых мочево-матери. Не хочешь ни с кем делить мужчину, ну по крайней мере не пили его, вот она пилила. Бабы, которые многого хотят, она у разбитого корыта старуха, всегда остаются ни с чем. Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Это кто же так сказал? Карамзин? Ну да, Николай Михайлович, 1766-1826. Вот атеизм, поклонение мощам, мавзолею. А то еще Новодворская Валерия говорила, Зюганов, забери свою воблу отсюда. В России очень много людей воспитаны однополыми парами, мамой и бабушкой. И вот он, мужик, сидит, кашу ест. Они все воспитывают его с поварешкой. Вот Малахов, что-то там, книжка. Так, ну и что? Ну, теперь мы и посмотрим. Да, что получается? 46-й. Сейчас дальше откроют. Это что такое? Я туда не попал. Нет, минуты назад. Это не пойдет так. Ну, а что тогда? 49? Ну, ага. Ну, а теперь мы посмотрим, что у нас получается. 14 из 15 насильников выросли без отца. Откуда это взято? И показано, что они, какие. Вот они стоят. Насильники. Готовые к убиению. Вот один. Дальше. Откуда это взято? 92% женщин, воспитанных одним родителем, расторгают свой брак. 92. Вот они с кошками остаются, с кошками, и только одна с мужем. А остальные с кошками. Дальше. 90% бездомных детей и детей, регулярно совершающих побеги из дома, из семей, без отца. Даже не верится. Неужели так много? Вот они бегут из дома. Она с кошкой стоит, и только один родитель, и на него стрелка. Как умно показано. Семейное счастье покоится на трех слонах. Никогда не говори мужу, что тебе сказала твоя мать. Никогда не говори своей матери, что сказал тебе муж. Никогда никому ничего не говори о том, что происходит у тебя дома. Ну, я бы сказал одно правило. Жена да боится мужа. Жена да боится мужа. И далее. Учить жене не позволяем, не властвовать над мужем, но быть безмолвием. И тогда вот это правило, они все там пройдут. Сейчас модно следить за питанием и внешностью. Жду, когда станет модным, следить за языком и поступками. У каждого есть такой друг. Нахрен ты туда залез? То есть под каблуком лежит, а тот руки выставил. Ну, а какой он сам-то безбородый? Под каблуком лежит. А он отвечает, это наше совместное решение. Не вмешиваться, как это у Тургенева есть. Такое там рассказывается, что-то друг другу не вмешиваются. Ну, а обычно на свадьбе. Вот он пьет из туфли. Из всех там ада. Тут смотрят, смеются. Вот пьет. Ну, видимо, новая туфля. И можно же бы на пицце. Дальше. Это ко мне тут уже сколько напихали обиход. Вопросы я отвечаю. О чтении Библии. А то вот как раз она, Кристина, тут тоже книги просит. Приобрести книги. Вот тут другое. Так просто потом. Вот. Теперь что получается? Немножко сказать. Я как-то ролик поставил. 5Б, без которых никто не спасется. 5Б. Первое. Бог. Второе. Библия. Библия. Бог. Библия. Дальше. Благословение. Благовестие. Будущее. А сегодня как будто так представили шестое. На вторую букву алфа это женщины называется. Которое без мужей наживает детей и меняет их мужей. За что наказали даже одного из миссионерского отдела. Что он назвал таких этим именем. На пять букву. И все. Все там закрутилось. А они такие и есть. Такие. Статистика впереди прошла. А как должно быть? Ну должно так быть. Ну хотите точно знать. А примеры где? Два миллиарда мусульман. Вот такой у них закон. Я всегда повторяю это. Тут статистика много еще не показала. Первая брачная ночь. Девственность сохранена была. У какого процента нету? Я не знаю. Но знаю она. Очень мала. Уже девственность найти очень трудно в восьмом классе. Я тоже был. А до войны было не так. Гальбер, кажется, давал отчет там своим, что эту нацию не победить. Что до 30 лет сохранность девственности больше 90%. Ни Германии никто не знал. Я разговаривал. Сидели мулы. Там и мамы были. Однажды было в Санкт-Петербурге. Некоторые вернулись только из Мекки. Медийный хатш совершили. Аксакалы. И я задал вопрос. Но они знали, что я христианин. Я молился в мечети. Приходил в другом месте. По-христиански кланялся. Совершал крестное знамение, чтобы считал. И вот я говорю, а какой процент девственности у вас до брачной ночи? Они даже не поняли, о чем я спрашиваю. Какая? А разве может быть, что она не девственница? Не девственница, это же смерть. Понимаете? И показывает это в Таиланде, кажется. Ее готовят замуж. И тетки там собрались. И врача-гинеколога вызвали женщину. Она отдельно будет смотреть ее. Она плачет, не дается. Не дается смотреть. Но они просят, просят. Она глаза зажмурила, там легла. И посмотрели. Она на справку выписала девственница. Неповрежденная. То, что замок у ней там есть. Они поздравляют друг друга. Тетки, матери, там бабушки. Радуются. Чему радуются? У русских сегодня так. Так если ты девственница, ты никому не нужна была. Зачем на тебе жениться? Это ужас какой-то. Вот все. А образец сегодня для нас, я других меньше знаю, знаю мусульман. Лично знаю. Как к зубному врачу, говорит. Идет, когда, говорит, идут меньше двух человек. Чтобы он случайно не коснулся груди. А у нее все закрыто до подбородка. С одной стороны сидит отец, с другой стороны брат. И руки на кинжалах, говорит, держит. Как он работать врач может. Так или не так, я не ручаюсь. Но судя по тому, что мне известно, именно так. Берут интервью, я видел, мальчик, 16 лет. У тебя где отец? Погиб. А мать, мать одна. Мальчик к матери будет приходить мужчина. Просто, ну просто так, для развлечения. Он постоял за рыжу. Ну а сестренка подрастает, если она за рыжу. В другом месте я считал. Где это было, сказать, Дубаи, кажется, там за столом. Чем-то не уводила сестренка брату. И он отцу и сказал, говорит. Она, говорит, тут снималась, съемка шла. И она с чужим парнем целовалась. Отец только сидел в нормальности. Он сразу же. Это было? Он говорит, папа, это съемки шли. Просто он, мужчина, так. Было или не было, что целовал? Ну это папа, я его не знаю. Даже он артист, там то другое. Было или не было? Он тут же пистолет выхватил, застрелил за столом. Я у этого, Шингиза Айтматова считал. Что с ней, будто бы она не сохранила. Так отец ночью прокрался, где она спит. Отец. И задушил ее своими руками. Понятно? Я ничего одобрять не могу. Сохрани бог такое. Но, однако. Однако. А тут так, смотришь, с малолетней дочерью, отец там празднует. Там в Германии было, он не держал. У нее уже дети, от него рождаются, там где-то в подземелье держал. Никто не знал, сколько он продержал, там, может быть, лет 15 ее держал. То есть нам далеко-далеко до этого. У евреев было так, не девственницы. Они хранят специальные простыни, да, расстилают. Когда вопрос об этом идет, бывает, муж оклеветал ее. И тогда он платит большой выкуп, или там какое, что там положено. И никогда не имеет права развестись с нею. Никогда. А если окажется, что она не девственница, привезти к дому отца и убить. А если дочь священника, привезти к дому отца и сжечь живьем. Иоанн Златоуз говорит, это учитель народа, он должен был смотреть. Поэтому наказание еще строже. Я видел мусульманских девушек, где они по дой не ходят. Ночью нигде на такси не голосуют. А днем, при свете. И только через дорогу перейти, они не меньше, как шестеро. Я меньше почему-то не видал. Может и ездим меньше. Я у них высокие стены, дувал. И они бик на той стороне. Все перебежали, она одна не остается. А если в горах их сфотографировали, у меня снимки такой есть. Так сегодня, посмотришь, голова закружится от этой чистоты слепящей. Какие они все целомудренные. Да вы хвалите их. Я говорю то, что знаю. Я поэтому и говорю. А сегодня как будто без шестой Б у нас-то и спасения нет. Тут я показал только. Только один раз мне скинули, что я знаю. Выход только один. Пирамиду перевертывать не надо, пусть она стоит. Мужчина, она считается за мужем. За стоит, вперед пусть не вылазит. Математики показывают. Мужчина единица, а она ноль. По-разному можно понимать. Вот если она сзади стоит, за мужем, один и ноль, десять. Если вперед залезла, ноль целых одна десятая. Это интересно, это математика. Мне это понравилось. А почему на эту тему говорите? Мне много материалов прислали. Я вот только часть показал этого. Некоторые просятся с семьей приехать в Потеряевку. Всем отказ, кроме тех, у кого есть дети. Но они уже запоздали с лета. Дальше будет видно. Поэтому, чтобы сохранить нацию, надо сохранить мужчину. Вот у меня в лагере Господь позволил. Детский православный трудовой лагерь. Стан в честь священномученика Климента Анкирского. Казненного в 312 году. Поселок Потеряевка, Мамского района, Алтайского края. Был. Два года его нет. Я его расформировал. Роспотребнадзор. Сильно воюет против нас. Я понял, не выдержит никак. Потому что им помогает суд, прокуратура, полиция. И все. Теперь мы купили несколько домов. И в домах приезжают люди, отдыхают. Лагеря нет. Но так же дети занимаются. И тут уже в дом они не вхожи. Пока такого закона нет. И у меня мальчики не имеют права к девочкам даже пальцем прикоснуться. Где они в кельях жили, ну, как сказать, комнаты, отдельно стоят, избушки. Там со старшим всегда. Мальчики рядом не имеют права даже проходить. Ну и девочки, чтобы их не касались. Никаких там казаки-разбойники. Один раз увидел такая игра и все прекратить. Чтобы не было. Его должен любить. Если представится такая необходимость, не пожалейте жизни, защитить женщину, девушку. А она должна быть в полном послушании. Задача ее создать уют. А уж на работу будет, не будет, Бог знает. Как? Знаем только, что раньше плохой царь был, убрали. В 17-м, кажется, ребенком был Дмитрий Иванович Менделеев в семье. И один работал, отец. И всех прокармливал. Еще рекордсмен один, у него 64 ребенка родилось. В России писали. Так вот. И кормил-то мужик, но и государство платило. Поэтому мы о женщинах говорим. Послушание, молчание, целомудрие, стыдливость. Вот что необходимо женщине. Кротости и смирении. Показывает какой-то мусульманин. Я в интернете видел-то. Обратился, стал православным и стал священником. И в доме у него детишек много. И одна сидит, ну совсем махонькая, там может лет 8. И на машиночке маленькой что-то строчит. Девушку спрашивает. Тоже, девчонка, кем ты хочешь быть? Замуж выйти. У них так, для Аллаха подарить 5 сыновей. Для Аллаха. Вот наша мать бы подарила. Нас 5 сыновей и 5 дочерей у матери было. 2 еще умерли. 7 было. А здесь она сохранила это целомудрие, одежду, все. Хотя находится уже в православии. Так что, добрый пример везде можно брать. И вот, все пока на этом. Богу слава. Даст Бог кротости женам. Ума мужчины правильно руководить. Благоразумно, а не на кулаках. Благоразумно, а не на кулаках.